Здравствуйте! Есть у меня мечта, и я думаю, не только у меня, вырастить на сравнительно небольшой площадке большой урожай картошки. А как это сделать с этим вопросом, сегодня мы приехали к Марике Колесовой. Здравствуйте, Марика! Здравствуйте, Надежда! Я так понимаю, что нужно даже не с земли начинать, а с картошки, с подготовки ее? Конечно, конечно. Самое главное – это посадочный материал. То есть та картошечка, которую вы взяли у соседки, может оказаться не лучшим вариантом для вашего будущего урожая. Почему? А почему? Потому что, может, она отбирала ее неправильно. Лучше, конечно, брать проверенный качественный сортовой материал, уже не ниже элиты хотя бы, супер-супер элитных, чтобы вырастить свои посадочные материалы и обеспечить себя хорошим урожаем картошки. Давайте, например, я вам покажу. Вот у меня тут понемножку картошки разные, но это разные сорта. Разные, есть и старые сорта, есть и новые. Мы на сортах-то особо не будем останавливаться. Сейчас главное, как правильно достать их на проращивание, подготовить к тому, чтобы высадить в почву. Кстати, Марик, а раз уж мы заговорили о сортах, вот я слышала такое мнение, что картошка не любит разносортиться, то есть она любит одним сортом расти. У меня обычно идет один ряд, один сорт. Ряд закончился, поставили какую-нибудь метку, что сорт закончился. В принципе, перемешку правильно, не надо. А вот если рядом идет, это ей не помешает, не повредит. Вот это не страшно, конечно. Я слышала, кстати, что некоторые даже стараются отбить как бы один рядик от другого, просаживая, например, фасоль. Просаживая фасоль. Но фасоль-то не только, конечно, для этого, чтобы отбить, а для того, чтобы отбить аромат картошки у колорадского жука. Ах, будешь? Да. Чтобы не привлекала колорадского жука, отпугивала разнообразием ароматов. Ну, а теперь к тому, как проращивать картошку. Итак, мы достаем всю нашу картошку, если мы ее не только что купили в этом магазине, мы ее из кессона достаем в основном. Ну да, обычно она выглядит вот так, как ваша картошечка сейчас, да? Ну, это крупновато, но это допустимо. Например, когда выращиваешь из супер-супер элита, она маленький такой клубишочек вырастает, самая маленькая такая картошка. И многие задаются вопросом, а как же такую картошку высаживать? Да. Сколько надо посадочного материала, да? Что можно? Можно сделать несколько вариантов. Вот я вам скажу, даже вот давайте на вашей картошечке вот эту пока отложим, а которая поменьше. Вот еще у меня какая картошка. Вот, да, сейчас мы сделаем разные варианты. А подождите, Марика, причем мы будем делать разные варианты? Вот качество картошки, вот смотрите, у меня есть картошка вкусная, но она вот с какими-то бородавочками. Ага, Надежда, вот то, что вот сверху, вот эта корочка сухая, это порша. Это вообще не карантинное заболевание, она не влияет на урожайность и на вкус, она только косметически вредит, ну, портит вид картошки. Вообще, да, вот, то есть это не карантинное, не вирус. Можно. То есть эту картошку можно использовать, но она очень большая, что буду делать? Да, но вот эту большую картошку надо на несколько частей разрезать. По количеству глазков очень важно делить, пока глазки не проснулись. Вот эта часть, хвостик, который он делился к маточному кусту, да, столонная часть, а пекальная часть, где просыпается много глазков, вот уже видно, они проснулись. Вот уже да, да, здесь уже глазки. Вот, если мы сейчас упустим момент, начнут расти эти вот много глазочков, с этой стороны могут и не проснуться. Поэтому делить надо сразу, как вы достали из погреба, картошечку, чтобы даже вот эта не проснулась. А что делать? Надо делить на количество глазков. Если у вас это хороший материал, ну, скажем, элита, суперэлита, вам эту картошечку можно поделить, посчитать глазочки, тут их много достаточно. И поделить по глазкам, то есть, примерно на 4 части, да, но вот так-то мы не будем с вами делить, мы будем делить по глазкам. Например, отделим сразу вот эту часть, как раньше, вот, например, ну, прям маленькую-маленькую можно посчитать. Давайте сделаем сразу, да. Так как здесь много глазков достаточно, мы много картошки давать не будем. Тут хватит и глазкам, и там, и маленький кусочек. Да, пока мы ее отложим. Достаточно. Да, дальше с вами посмотрим. Вот глазочек, вот глазочек. Нам достаточно будет с вами разрезать так, чтобы не попало нам на эти глазки. Мы можем и вдоль резать, не только поперед. Ну, вдоль, но только не совсем вдоль. Не надо до конца. Да, мы с вами разрежем примерно вот так вот. У нас попал тут глазок, тут глазок, тут глазок. Так. Еще бы я сказала, вот, заблуждение, золой засыпают. Да, не нужно? Зола очень иссушает. Я слышала очень от многих дачников. Да, да, ну, вот, вы знаете, я недавно общалась с Институтом картофелеводства, мне там подсказали, что золу не надо использовать, она иссушает. А что же, прямо так для проращивания? Нет, надо обязательно, чтобы она зарубцевалась тканью. Мы же с вами вот достали из кессона, она у нас будет как минимум 2-3 недели лежать. Если бы мы посадили такую картошечку, все бы проволочники, знаете, да, жук такой проволочник, собрались бы на запах картошки. Картошка должна ранка зарубцеваться. Что делать? Мы с вами положим, чтобы она подсохла, сама зарубцевалась. Золу не надо засыпать. Золу не надо. Просто, чтобы она спокойненько. Оставим на воздухе. Но для того, чтобы она не теряла тургор, картошечка, чтобы сочная была, я ее опрыскиваю каждый день. Любым, ну, стимулятором роста, любым. Но вот такую-то картошечку я бы делить не стала. Маленькая. То есть это нормальный размер для посадочной картошки? Да, Надежда, сами сделайте или мне показать? Нет, я хочу с собой смотреть. Значит, да, маточное крепление, опекальная часть. По центру. Да, можно ближе к вот этой части, где много глазков. Но я всегда по центру делаю. На глубину один сантиметр мы с вами делаем надрез. Мы надрез или прям бороздку вырезаем? Вот, я на глубину один сантиметр. Вот видите, я надрезала все. Узенький надрезик. У нас с вами остался перешеек. Для чего это делается? Если бы я разрезала пополам, маленькая, если бы еще меньше была картошка, она бы засохла. Когда разламывать ее перед самой посадкой, дня за два, за три, чтобы заупцевался перешеек, мы ее разломаем дальше. Зато так она тургор не теряет. Я-то бы вам хотела показать еще очень интересную вещь. Например, вот то, про что я вам говорила. Разреза не было сделано. Так. С этой части запекания. Картошка уже выросла. Да. Росточка. Вот где к маме кусту крепилось, а здесь, посмотрите, один, там где-то еще один. Все. Все, все почечки образовались в одном месте. Мне знаете, что подсказали вы все тут? Я, конечно, в шоке была. Вот здесь, когда развиваются почки, самую большую, самую, вот тут, может, не очень заметно, может, как бы, где бы нам увидеть, где бы побольше, вот, наверное, вот здесь, центральный, самый большой, его отломать. Ах, отломать. Сразу, как, как вот достойно, как только вырастет. Как он только начал развиваться. Как только начал расти. Все. Он... Зачем? Зачем? Он подавлять не будут. Будут просыпаться остальные почки. Все. Мы убрали лидера. Лидера нет. И все почки будут развиваться равномерно. Добиваешься, добиваешься в этой жизни лидерства. А потом раз. Лидера ее убрали. Одним движением руки. Тогда, вы представьте, вся картошечка будет равномерно покрыта глазками со всех сторон, когда лидера обломаешь. Я-то вот вам хотела это еще что показать. Вот это у меня картошечка для того, чтобы урожай собрать на две недели раньше. Угу. То есть вы ее другим образом прорачиваете? Я ее маленько другим. После того, как она у нас полежала в тепле три дня, полежала две недели в прохладном месте, осталось нам дней пять до посадки. Эту пророщенную картошечку я буду помещать в опилки, во влажные опилки, смоченные, опять же, там, гумистаром или любым стимулятором роста. За пять дней до посадки мы ее поместим в опилки. Можно сделать вот так, если у вас много. Так как у меня этот семенной материал, его достаточно мало, можно коробочки из-под торта. Потом, когда мы через пять дней картошечку достанем, образуется на ней не только... Ну, сейчас еще нет, я только посадила, просто покажу. Не только росточки зеленые будут короткие, такие пузатенькие, хорошие, но еще под ними будет бороздка корней. Мы опередим на две недели срок высадки картошки. И за счет того, что она еще будет посажена в парник с такой бородкой корней, вот на урожай где-то вот, да, недели две вперед. Огромное спасибо, Марик. Я хочу спросить про народную примету. Сажаете ли вы свою картошку, когда распустятся листья на березе? Конечно, только надо учесть, что березу надо брать не ту, где-то в городе или в лесу. Вот у нас береза стоит внизу участка, где высаживаем картошку, только по ней ориентируемся. Только по ней ориентируемся. Потому что наверху участка березка уже раньше намного распускается. Ну что же, при правильной подготовке картошки, надеюсь все-таки, что мы добьемся своей великой цели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова